Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Напомню, что текущая неделя может стать очень волатильной, из-за предстоящего оглашения результатов голосования по ключевой процентной ставке Федрезерва. Их огласят в среду 27 июня. Хотя вероятность повышения на 75 базисных пунктов продолжает увеличиваться, есть риск повышения ключевой процентной ставки сразу на 100 базисных пунктов. Также не до конца понятны намерения Федрезерва относительно повышения процентной ставки в сентябре. Поэтому последующая пресс-конференция может сопровождаться всплеском торговой активности. После публикации разочаровывающих данных по изменению уровня деловой активности в сфере услуг США, стало очевидно, что американская экономика находится в очень сложном состоянии. Резкий спад в секторе услуг является огромной проблемой, а значит вероятность повышения ключевой процентной ставки Федрезервом на 1% снижается. Но несмотря на все это, фондовый рынок не демонстрирует явных панических настроений. Это не свойственная реакция рынка, а значит нас ждут сюрпризы. Я вижу два наиболее очевидных сценария, и на данный момент медвежий выглядит более вероятным. Начну с оптимистичного, он же бычий. Он учитывает повышение ключевой процентной ставки на 0,75%. Но с последующим заявлением главы Федрезерва о том, что дальнейшие повышения будут куда скромнее. Намекая на диапазон от 25 до 50 базисных пунктов. Этот сценарий остается маловероятным, так как он не приведет к значительному снижению инфляции. Медвежий сценарий учитывает повышение процентной ставки на 75 пунктов, возможно даже и на 100. При этом, на последующей пресс-конференции глава Федрезерва намекнет на готовность повысить ключевую процентную ставку в сентябре еще на 75 пунктов. Развитие событий по медвежьему сценарию может спровоцировать достаточно сильную волну распродаж на фондовом рынке. При этом мы уже сейчас наблюдаем явную слабость покупателей на рынке черного золота. Еще до открытия европейской торговой сессии, котировки американской нефти WTI обвалились ниже 94 долларов за баррель. Напомню, что ключевой областью поддержки остается диапазон в 92-93 доллара. Порыв этой зоны поддержки может спровоцировать достаточно мощную волну снижения. Также и рынок криптовалют вошел в красную зону. Практически все монеты из топ-100 по капитализации демонстрируют снижение за последние 24 часа. Возможно, это лишь коррекционное снижение после достаточно сильной волны роста накануне. Но повышение ключевой процентной ставки Федрезервом на 75 пунктов и более способно оказать дополнительное давление на биткоин и остальные монеты. Хотя многие криптоэнтузиасты уже говорят о смене тренда, но фундаментальные факторы еще не дают таких сигналов. А значит есть риск появления очередной волны распродаж. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.